приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала перед просмотром ставьте лайк подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик эксклюзивная запись между крупными мафиозиями россии и центральной азии как дед хасан обратился главному мафиози узбекистана гафуру рахимову дед хасан гафур брат время нынче тяжелое старые связи рушатся и враги начинают теснить меня с разных сторон я пришел гафур рахимов хасан я уважаю твой путь и твои заслуги твоя просьба не остается без внимания ты знаешь что в нашем мире уважение и верность основа всего я помогу тебе но мы должны обговорить условия чтобы наша дружба оставалась крепкой ведь в таких делах важна не только сила но и честность дед хасан я готов на любые условия гафур главное чтобы наши пути оставались едины я ценю твою поддержку и обещаю что твоя помощь не останется без ответа дед хасан гафур ты знаешь как дела в нашем мире делаются мне поступила информация что ты активно занимаешься продажей товара в нашем регионе у меня есть одно предложение от которого тебе не стоит отказываться я хочу чтобы весь твой товар проходил только через мои каналы я гарантирую тебе полную и своевременную оплату за товар но взамен я требую эксклюзивность ты продаешь только через меня как тебе мое предложение гафур рахимов хасан я уважаю твое предложение но у меня тоже свои люди свои связи ты же понимаешь что в нашем бизнесе свобода это главное но если ты гарантируешь мне предоплату за товар и другую расценку я готов рассмотреть твои условия мы можем обсудить детали дед хасан гафур ты знаешь что времена меняются и давление на нас усиливается у тебя есть люди в кремле которые начали копать под меня мне нужно чтобы они оставили меня в покое я знаю у тебя есть влияние на определенных людей там я прошу тебя используй свои связи чтобы уладить этот вопрос гафур рахимов хасан понимают твое беспокойство мир стал сложнее игра становится все опаснее но ты знаешь что такие просьбы требуют тонкости и правильного подхода мне нужно будет проработать это дело чтобы никто не смог на тебя давить дед хасан я готов на все что нужно чтобы защитить свое положение мы знаем друг друга не первый год и я надеюсь на твою помощь ты знаешь я не забуду твоей поддержки гафур рахимов хасан мы с тобой многое прошли и я не оставлю тебя в трудную минуту я сделаю все возможное чтобы урегулировать этот вопрос но помни что такие вещи требуют времени и терпения дед хасан гафур мне нужна твоя помощь рафшан джаниев начал действовать слишком дерзко он не уважает ни старших не законы по которым мы живем я чувствую что он нацелился на меня и это уже не просто угрозы мне нужен союзник кто-то на кого я могу положиться в этой войне рафшан джаниев начал активно действовать против меня его люди уже несколько раз пытались подступиться ко мне и моим людям я пришел к тебе за помощью ты знаешь что у меня всегда были к тебе уважение и доверие мне нужна твоя защита гафур рахимов хасан я знаю что рафшан всегда был амбициозным но в последнее время он действительно перешел черту но ты знаешь что любые действия против него нужно тщательно продумать я готов помочь но нам нужно будет действовать аккуратно чтобы не дать ему повода для открытой войны я понимаю твою тревогу рафшан опасный человек и его влияние растет но ты знаешь что у нас с тобой всегда были добрые отношения я готов помочь тебе но нужно действовать осторожно и с умом что ты предлагаешь дед хасан я понимаю гафур но рафшан не остановится если мы не покажем ему что с нами шутки плохи я не хочу начинать конфликт но если он заставит нас мы должны быть готовы мне нужен твой совет и поддержка чтобы защитить наш общий интерес я готов на любые условия главное чтобы рафшан и его люди оставили меня в покое у тебя есть связи и ресурсы которых нет у меня если ты поможешь мне я обещаю что ты не останешься в долгу мы вместе сможем урегулировать этот конфликт гафур рахимов хасан мы знаем как действовать в таких ситуациях я поговорю с людьми чтобы держать рафшана под контролем он должен понять что за своими действиями следует последствия мы вместе найдем способ уладить это без лишней крови твоя просьба важна для меня мы много лет знаем друг друга и я не оставлю тебя в беде я поговорю с людьми которые могут повлиять на ситуацию и постараюсь нейтрализовать угрозу со стороны рафшана но помни что это потребует времени и планирования дед хасан я благодарен тебе гафур знаю что могу на тебя рассчитывать мы вместе справимся с этой бедой а теперь запись беседы между дедом хасаном и гафуром рахимовым по поводу шакро молодого диалог в котором дед хасан обращается к гафуру рахимову с просьбой помочь шакро молодому при выходе из тюрьмы дед хасан гафур у меня есть к тебе дело шакро молодой скоро выйдет из тюрьмы и я хочу чтобы все прошло гафур рахимов хасан я понимаю насколько важен для нас шакро в его положение любая ошибка может дорого стоить я сделаю все возможное чтобы его выход был без проблем у меня есть нужные люди которые могут уладить все вопросы и обеспечить его безопасность дед хасан я знал что могу на тебя положиться шакро нужен нам в полном здравии и с ясной головой мы должны показать что своих не бросаем и умеем поддержать в трудную минуту как только он выйдет я хочу чтобы он сразу знал что за ним стоят верные люди гафур рахимов ты можешь на меня рассчитывать хасан я все устрою так чтобы шакро почувствовал себя под надежной защитой мы организуем встречу и убедимся что его выход пройдет спокойно и без лишних проблем вечная битва вора в законе аслана усаяна более известного в криминальных кругах как дед хасан аслан усаян родился 28 февраля 1937 года в тбилиси в семье езидов народности этнической группы мальчишкой пережив войну с планами на будущее аслан определился уже к 16 годам когда стал вором карманником как водится до первой ходки продержался недолго правда угодил на зону не за воровство в конце 1955 года пытаясь удрать от милиционера он применил насилие в отношении сотрудника при исполнении за это 18-летний усаян получил свои первые полтора года лишения свободы оказавшись в воркутлаге аслан вел себя правильно и по понятиям за что и удостоился чести малявы послание на волю с предложением короновать перспективного юнца мнение влиятельных сидельцев было услышано и в 1957 году усаян получил титул законника от трех тбилисских воров тогда же в преступных кругах за ним закрепилась кличка хасан поначалу соблюдения воровских правил для него было приоритетным но затем он понял что в кодексе много излишне принципиальных пунктов которые не несли особого смысла а жизнь законнику усложняли например запрет на освобождение по удо его хасан нарушил уже при отбывании следующего срока на который был осужден в 1959 году за разбой к такому повороту судьбы вора привел новый вид деятельности раскулачивание цеховиков подпольных предпринимателей их молодой законник тряс спокойно понимая что в милицию они не побегут налеты хасана и его подельников на дома зажиточных грузин продолжались до тех пор пока в селе дранда они не нарвались на милицейскую засаду один из приятелей хасана был смертельно ранен самому ему сначала удалось сбежать но вскоре его задержали на этот раз суд приговорил усаяна к пяти годам лишения свободы но весь срок хасан не отсидел и вопреки запрету воровского кодекса вышел на волю по удо в 1963 году после этого у него начались неприятности сразу пять влиятельных тбилисских воров отказались признавать его вором период обострения отношений с коллегами продлился вплоть до 1966 года когда хасан получил третий срок три года лишения свободы за спекуляцию по некоторым данным во время этой отсидки случилось беспрецедентное событие хасан якобы был коронован повторно впрочем сразу после этого в криминальном мире начали ходить слухи о том что законник заплатил за подтверждение воровского статуса кругленькую сумму как будто назло злопыхателем хасан опять вышел по удо в 1968 году что породило новую волну недовольства и разговоров о том что преждевременная свобода стоила вору немалых денег оказавшись на воле хасан тут же принялся за старое потянувшиеся к шефу бригада начала с удвоенной силой подминать под себя цеховиков и вскоре значительно расширила свое влияние распространив его не только на города грузии но и на соседние регионы банда хасана брала от жизни все помимо рэкета цеховиков они грабили зажиточных граждан перепродавали дефицитные товары втридорога и занимались всякими аферами на мошенничестве хасаны погорел в очередной раз он лично курировал операцию в ходе которой его подручные сбыли узбеком поддельные золотые монеты учитывая все предыдущие сроки верховный суд рсфср в 1984 году вынес усаяна суровый приговор 15 лет лишения свободы хитрый арестант в течение этого срока хасан успел побывать в исправительных учреждениях тобольска красноярского края и омска откуда был спешно переведен в связи с разборками с местными зэками следующим пунктом назначения для хасана стало печально известная среди элиты воровского мира исправительно трудовая колония белый лебедь где законников ломали и заставляли отречься от титулов именно там сгинул образец следования воровским традициям владимир бабушкин вася бриллиант он категорически отказался выполнять требования тюремщиков за что по слухам был убит но хасан был сделан из другого теста пользуясь тем что часть воров признавала договор с сотрудниками правоохранительных органов приемлемым поступком усаян сразу отрекся от звания законника что спасло ему жизнь и здоровье однако на этом он не остановился и пользуясь своим авторитетом среди преступников всех мастей пошел дальше в сотрудничестве с администрацией держал в колониях порядок за что имел различные преференции впрочем долго задерживаться в неволе хасан не планировал рвался на свободу опасаясь за свою жизнь несколько славянских воров узнав о его отношениях с тюремщиками тут же объявили хасана и еще четверых воров суками предателями о чем гласила разосланная в январе 1989 года по колониям малява орфография и пунктуация сохранены заменены только нецензурные слова здоровенько бродяжие двух ойки колонии 2 пишут вам воры тобольской тюрьмы рихард гитлер миша псих валера седой ставим всех вас в курс дела валерка седой в настоящее время вор мы подошли к нему короновали в вор в законе а также дали добро на это юрка мексиканец и витька кукла ниже перечисленные девушки с низкой социальной ответственностью которые клянут себя ворами ими никогда не были и не будут а именно хасан бога шуруп тимур чеза тенгиз за все их похождения девушки с низкой социальной ответственностью и мусорская их ждет нож никто из порядочных арестантов не должен их при встрече упустить а должны зарезать вор в законе виктор сидоренко кукла и после на состоявшийся в 1992 году сходки в сизо екатеринбурга продолжал настаивать на устранение хасана с криминальной арены апеллируя к тому что его действия влекут за собой множество кровавых разборок и не только кукла был против усаяна в разное время развенчать хасана пытались весомые в воровском мире законники борис петрушин барыга и илья симония маха однако все их усилия были тщетны хасан последовательно продолжал действовать в своих интересах законника всякий раз спасали везение связи и большие деньги в начале девяностых он сидел в колонии в свердловской области откуда вышел привычным ему способом паудо на дворе уже было смутное время которое открывало перед дворами большие перспективы отсидка в свердловской области подарила хасану не только достаточное количество нужных связей но и возможность укорениться на урале ставленником авторитета стал его племянник коронованный дядя тимуре мерзоев тимур свердловский тимур быстро обзавелся сторонником из среды местных авторитетов предпринимателем игорем тарлановым воровская карьера союз мерзоева и тарланова продлился недолго на вечеринке которую в марте 1992 года закатил для своих освободившийся хасан тарланов умудрился поссориться с виновником торжества после этого на коммерсанта градом посыпались неприятности самое ужасное из которых было исчезновение его сына павла кончилось все тем что в мае 1992 года тарланова застрелили прямо в его квартире снайпер расположившись на крыше соседнего здания стрелял через оконное стекло тогда это преступление было списано на происки врагов предпринимателя лидеров могущественной апг уралмаш но следующие в преступных раскладах люди не исключали что за смертью тарланова стоял хасан после выхода на волю до середины 90-х усаян обитал в свердловске а затем с подачи вора в законе константина яковлева костя могила перебрался в санкт-петербург в этот период дед хасан как будто отошел от дел пытаясь закрепиться на позиции судьи в разборках между ворами и организатора воровских сходок для решения спорных вопросов на этом поприще он добился определенных успехов но его старанием мешали сотрудники правоохранительных органов которые имели в воровских кругах своих осведомителей так на сходке которая под предводительством хасана прошла в сочи 26 мая 1995 года вместе с председателем задержали еще 13 влиятельных воров в законе однако все они за неимением прямых доказательств к преступной деятельности вскоре были отпущены в том же 1995 году случилось знаменательное для хасана событие он стал держателем воровского общака чему способствовало отбытие в сша предыдущего управителя воровских денег вячеслава и ванькова япончик несмотря на то что земляки для хасана были в приоритете перед славянскими представителями преступного мира он откровенно недолюбливал молодых кавказских воров которые в середине 90-х наводнили москву титул законника им нужен был исключительно в целях собственного обогащения никакого кодекса соблюдать они не планировали хасан называл их чесоткой и всячески противился их деятельности к слову обижалостности у сая находили легенды в подчинение он имел группу опытных киллеров которые в любой момент были готовы отправиться на любое задание например хасану приписывают взаимодействие со знаменитой бандой ликвидаторов под предводительством уроженца ростова на дону дмитрия лесникова лес но особенно рьяным считался киллер-одиночка владимир волков по кличке волчара еще одно прозвище шлепного он получил за то что немного тянул ногу при ходьбе волчара прибился к хасану во время его последней отсидки и вскоре после известия о грядущем у до покровителя сбежал из тюрьмы в татарстане именно волчаре приписывают расправы над многими жертвами из числа врагов хасана в частности над законником рудольфом агановым рудик бакинский который вместе со своим братом владимиром вичик из шести палой вступил в конфликт с усаяном в 1995 году воровские войны формальным поводом для обострения отношений в воровском мире послужило заявление родственников законников мол хасан умыкнул из воровского общака 850 тысяч долларов которые агановы переправили из узбекистана в москву попутно братья публично заявили что подозревают усаянов причастности к коронации людей которые не имели ни одной ходки что шло в разрез с воровским кодексом на деле же агановы хотели вытеснить усаяна с криминального олимпа юга россии из краснодарского края и кавказских минеральных вод хасан сдаваться был не намерен разгорелась кровопролитная война главы противоборствующих сторон только и успевали отдавать команды своим головорезом первым противника застал врасплох хасан был убит коренной житель пятигорска вор в законе арам юзбашев он всецело поддерживал братьев агановых киллер им скорее всего был волчара расстрелял юзбашева во время его приезда в москву 21 сентября 1995 года подгадав момент когда тот обедал в кафе на 37 километре мкад не успели агановы прийти в себя как один за другим полегли еще несколько их бойцов а в 1996 году настал черед самих братьев в пятигорске волчара расстрелял машину в которой ехали оба но агановы чудом выжили разъяренный рудольф аганов сразу же объявил награду в 30 тысяч долларов за четкую фотографию киллера братья призвали к активным действиям своих ликвидаторов теперь потери несли сторонники хасана к слову сам он в мае 1996 года успел побывать в знаменитом питерском сизо кресты куда его доставили по подозрению в убийстве одного из сторонников агановых при обыске квартиры которую снимал саян оперативники обнаружили огромное количество ювелирных изделий почти два килограмма и 380 тысяч долларов часть воровского общака впрочем долго в крестах хасан не пробыл и спустя месяц вышел под залог примечательно что боевикам хасана приписывают состоявшуюся в начале 1996 года расправу над главой воровских палачей законником миряном мамедовым мирон мирон умудрился нажить врага в лице не только хасана но и другого влиятельного вора захария калашова шакра молодой видимо особое воровское положение бойцы мирона собственноручно казнили провинившихся законников начисто лишило его инстинкта самосохранения за что он и поплатился его расстреляли в собственной машине когда он остановился на светофоре печальные вести посыпались на хасана с 1997 года сначала он узнал о страшной смерти которая постигла его сторонника криминального авторитета ваника каракозяна он был похищен людьми в милицейской форме ходили слухи что в операции принимал участие купленный агановыми действующий страж порядка и вывезен в подмосковный поселок тучкова там жертву зверски замучили и закатали в бетонную стену в процессе пыток ваник признался что был организатором покушения на братьев агановых в этом же году рудольфу аганову удалось подложить хасану как ему самому казалось весомую свинью собрать воровскую сходку и общим решением раскороновать оппонента впрочем на положение хасана такой поворот никак не отразился он даже продолжал собственноручно короновать новых воров гораздо больше усаяна расстроила смерть его ближайшего сторонника жителя пятигорска законника эдика москвы которого противники расстреляли на одной из улиц его родного города эдик был представителем хасана в кавказских минеральных водах и его место требовалось как можно быстрее перекрыть тогда усаян спешно короновал и поставил на место эдика некоего александра хаширова хашир правда в роли наместника он не продержался и года в конце октября 1997 года он вместе с еще двумя сторонниками усаяна был убит на сходке в есентукском ресторане брестоль кровавый финал год спустя покушение пережил и сам хасан в июне 1998 года киллеры подстерегли его в сочи ворвавшись в ресторан где в это время обедал хасан наемники открыли по присутствующим беспорядочную стрельбу согласно откровениям выживших очевидцев жизнь хасану спасла его реакция за считанные секунды до первых выстрелов он успел рухнуть под стол по итогам криминального сражения между усаяном и агановыми российские кладбища пополнились 156 могилами таковы были потери с обеих сторон только на территории к в минвод было ликвидировано 37 законников к сожалению не обошлось и без случайных жертв при расстреле очередного сторонника агановых гаги кашетворяна в подъезде одной из московских многоэтажек погибли случайные свидетели пенсионеры которым не посчастливилось именно в этот момент выходить из лифта по бытующей версии конец противостоянию положил сам хасан что примечательно после просьбы от сотрудников правоохранительных органов детали этой беседы любопытны просто так скрутить авторитета и привести его на допрос стражи порядка не могли поэтому поймали усаяна в начале 1998 года в аэропорту шереметьево с наркотиками в кармане узнав подробности задержания уголовный мир содрогнулся в хохоте при 61-летнем хасане в то время за почтенный возраст его уже называли дедом хасаном был даже не популярный в воровской среде героин а таблетки экстази шутка про то что дедушка собрался на дискотеку быстро обошла тюремные околотки впрочем более сведущие в этом вопросе и знающие хасана представители криминального мира предположили что наркотики ему подкинули оперативники чтобы создать повод для разговора в казенном месте эту версию подтверждало и то что впоследствии дед хасан не понес за запрещенные вещества никакого наказания в ходе беседы хасан судя по всему пообещал закончить кровавый передел с сотнями трупов и слово свое сдержал правда финальным аккордом он все-таки решил устранить рудольфа аганова усаян понимал что именно он является главным в братском криминальном дуэте и без него младший владимир не сможет ничего поделать очередная попытка ликвидировать рудольфа была предпринята осенью 1998 года неподалеку от нарофоминской автомобиль авторитета стреляли из гранатомета но аганов снова выжил рудольф все же был убит за его смерть хасан отдал своим шестерым киллером 50 тысяч долларов те постарались на славу 11 февраля 1999 года в кафе мир на 51 километре мкад аганова старшего прибывшего с деловым визитом в столицу буквально из решетили выпустив его тело 40 пуль аганов младший умер от передозировки в 2002 году как и ожидал дед хасан дальше угроз отомстить за брата он не пошел так кончилась война с кланом агановых все спорные территории остались за хасаном к этому времени он успешно интегрировал своих людей практически во все российские города и страны ближнего зарубежья все ставленники как один были ворами в законе нехватки в них хасан не испытывал и при случае короновал новичков которые потом представляли его интересы правда такая политика очень не нравилась противником деда хасана в уголовном мире кончилось все тем что в 2011 году группа авторитетных воров в том числе тариел аняне таро александр бор тимоха и рафшан джаниев рафшан линкоранский разослали по колониям маляву где под страхом смерти требовали уважаемых людей противиться попыткам хасана организовать коронацию кого бы то ни было впрочем это ни к чему не привело усаян имел в воровском мире влиятельных сторонников которые поддерживали любые его действия тем не менее именно война с кланом таро в итоге погубила деда хасана а ведь было время когда два видных законника мирно взаимодействовали а в 2003 году даже открыли ряд совместных фирм для отмывания воровских доходов начались межклановые разборки в середине нулевых и опять на юге россии то что очередной войны ему не избежать хасану стало ясно в 2007 году когда международный олимпийский комитет провозгласил столицей зимних игр 2014 года сочи поскольку единовластие в этом городе принадлежало хасану таро счел такое положение дел несправедливым и решил вмешаться в криминальный раздел большого куша бюджетных дотаций на подготовку города к олимпиаде битва за бюджет конфликт между противниками в стадии худого мира дотянул до 2008 года на протяжении этого времени хасан и таро устраивали сходки пытаясь перетянуть на свою сторону как можно больше соратников хасану везло за него встали законник лаша шушинашвили лаша рустовский и знаменитый япончик который по могуществу в криминальном мире значительно превосходил усаяна 2 мая 2008 года хасан организовал глобальную сходку в сочи где прошло обсуждение способов контроля денежных средств выделенных на олимпиаду таро навстречу конечно позвать забыли с этого момента градус воровского противостояния стал стремительно расти сходку своих сторонников созвал и таро она состоялась 10 апреля 2008 года в столичном ресторане на улице косыгина общим решением воры постановили приостановить титулы лаше рустовского и юрия пичугина пичуги прознав про это дед хасан организовал 13 апреля собственный сход на котором были приняты контрмеры приостановка титула 2 его сподвижников тимохи мираба джангвиладзе мираб сухумский и дмитрия галеева галей естественно с результатами обеих сходок противоборствующие стороны не согласились более того сторонники таро стали угрожать лишением короны самому япончику они они перешел к более решительным действиям и объявил на 7 июля 2008 года сходку на борту теплохода на которую были приглашены хасан и япончик воры союзники уловив недружелюбную интонацию идти на собственное линчевание и не думали зато вместо них на борт заполненного законниками плавсредства на пироговском водохранилище высадились оперативники стражи порядка явили себя преступному миру весьма эффектно спустились по канатам с завишева над теплоходом вертолета некоторые воров законе попытались спастись в плавь но все до одного были в задержаны улов правоохранительных органов в этот день впечатлял им удалось взять 50 человек 39 из которых оказались ворами в законе попал в руки спецназа и таро но долго не просидел и был отпущен за неимением улик и отсутствием состава преступления после этого происшествия всем посвященным стало ясно войны не миновать открытое противостояние началось с потерь стороны таро гела цирцвадзе который управлял частью бизнеса они они был тяжело ранен 17 ноября 2008 года у подъезда своего дома в московском районе матвеевская гела получивший огнестрельные ранения в живот бедро и грудную клетку выжил но на всю жизнь остался прикованным к инвалидному креслу за поломанную жизнь сподвижника клан таро отомстил сполна 6 февраля следующего года от пуль киллера у подъезда дома на инициативной улице в столице погиб сторонник хасана сочинский авторитет алик минолян незадолго до гибели он лишился воровского титула за чрезмерный расход воровского общака следом за ним 22 мая к праотцам отправился уральский авторитет андрей голубев скиф который помимо прочего помогал хасану взаимодействовать с опыга уралмаш не успели стихнуть страсти как за решетку за вымогательство угодил сам таро а его бойцы сразу же заподозрили хасана в причастности к аресту своего лидера а 2 октября 2009 года усаян понес самую большую потерю среди сподвижников умер япончик перед этим 28 июля в москве на выходе из ресторана тайский слон во время покушения он получил огнестрельное ранение брюшной полости и казалось бы все закончилось благополучно после ряда операций япончик пошел на поправку но неожиданно грянуло осложнение перитонит от которого и скончался знаменитый вор в законе с одной стороны смерть япончика значительно пошатнула позиции хасана но он не был бы самим собой если бы не воспользовался ситуацией после похорон япончика усаян собрал очередную сходку на которой возложил ответственность за гибель и ванькова на таро законник был настолько убедителен что сумел перетащить на свою сторону даже тех кто ранее придерживался нейтралитета или поддерживал позиции таро верные сторонники последнего начали было доказывать что хасан сам мог заказать друга но такая версия массовой поддержки не нашла могущество усаяна достигла апогея впрочем его триумф омрачило покушение на него которое произошло 16 сентября 2010 года на тверской улице где жил сын хасана до этого события противоборствующие стороны понесли еще несколько потерь таро лишился двух приспешников владимира джанаши лада и малхаза кития махония а усаян похоронил лаврентия челокидиса лёва грек скончавшийся в греческих салониках челокидис согласно медицинскому заключению умер из-за оторвавшегося тромба но воровской мир в эту версию не верил настаивая на умелой маскировке насильственной смерти выстрелы в хасана прогремели едва он покинул салон автомобиля несколько пуль достигли цели угодив усаяну в живот жизнь законнику и его раненому телохранителю спасли врачи боткинской больницы тем временем стражи порядка выяснили что огонь по криминальному авторитету велся из дома напротив вооруженные автоматами ликвидаторы проникли в квартиру принадлежащую некому столичному художнику когда хозяев не было дома в надежде задержать наемников и заказчиков по горячим следам оперативники даже запустили в смеутку мол и хасан и его охранник от полученных ранений скончались однако следственные действия ни к чему в итоге не привели и вскоре усаян воскрес кто убил деда хасана с той поры хасан начал активно терять позиции значительно усилив свою охрану он отбыл восстанавливать здоровье в абхазию где проживало множество его сторонников криминальный патриарх спонсировал абхазскую сторону в ходе грузина абхазского конфликта в 90-х по возвращении дед хасан поселился в подмосковном особняке а все полномочия передал верному лаше рустовскому ослабление хватки хасана не осталось незамеченным его врагами которые снова приступили к отстрелу сторонников усаяна после убийства своего главного связующего звена с органами власти ильгара джабраилова донабаш и ставленника хасана в краснодаре морали мусаяна амар усаян принял решение окончательно уйти в тень и передать дело своим племянникам однако даже такой шаг не спас его от гибели то что ресторан старый фаэтон на поварской улице в москве считается негласной резиденцией деда хасана ни для кого не было секретом там усаян в образе этакого московского дона корлеоны проводил большинство деловых встреч встречался с представителями органов правопорядка и различными просителями днем 16 января 2013 года 75-летний вор в законе как обычно прибыл туда в окружении двух телохранителей хасан не догадывался что его уже поджидает киллер расположившийся в здании напротив ресторана убийца знал не только время прибытия авторитета но и то что хасан обычно входил в ресторан со стороны усадьбы князя долгорукого выстрелы грянули когда один из охранников вошел внутрь и придерживал для шефа дверь а другой находился сзади заслышав стрельбу находящийся в помещении телохранитель втащил хасана внутрь и захлопнул дверь но было поздно в деда угодило две пули одна в шею вторая когда он падал чуть ниже в спину обе прошли насквозь и вышли через рот а киллер тем временем продолжал палить по закрытой двери огонь он вел из бесшумного автомата вал принятого на вооружение спецназом и способного пробивать противоосколочные бронежилеты выпущенные из вала пули легко прошили деревянные двери ресторана одна из официанток была ранена в ногу расстреляв все патроны ликвидатор скрылся прибывшие на место врачи доставили хасана в боткинскую больницу но в этот раз медики лишь развели руками пуля угодившая в шею пробила сонную артерию ранение оказалось смертельным не успела тело деда хасана остыть как в его клане была объявлена срочная сходка на которой избрали нового предводителя им стал племянник хасана дмитрий чентурия мирон после этого окружение убитого начала готовиться к похоронам так вышло что планы по погребению хасана в родном тбилиси рядом с могилой его матери сорвались ходили слухи что это были козни властей гроб с телом законника уже прибыл в грузию но затем вернулся обратно в москву последнее пристанище криминальный патриарх нашел на хованском кладбище небольшой обелиск поставленный сразу после похорон вскоре сменил целый мемориальный комплекс состоящий из двух плит и гранитной фигуры хасана во весь рост не обошлось и без традиционных на захоронениях авторитетов пафосных надписей а точнее стихотворения неизвестного поэта которая оканчивается таким четверостиши им